Ускоро стану я седым, я вам секрет открою, а всё считаюсь молодым, и мой дружок со мной. Так что вот с такой преамбулой, ситуация, которая сейчас резко изменилась, потому что сейчас в моде молодости иногда обидно, когда был молодым, был в моде возраст, когда пришёл возраст, в моде молодые. Ну, такой вот номер себе на голову я и сыграл. Войдите. Да-да, войдите, я вас жду. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы кто? В каком смысле? В прямом смысле кто вы такой? Я артист. Артист? Откуда вы? Я служу в вашем театре. Ах, в моём театре? Да. Ну да, молодой артист. Кто вас принимал в труппу? Вы? Я принимал, правильно. Правильно. Мне сказали, что вы ходите... Как фамилия ваша? Свистодырочкин. Да. Значит, мне сказали, что вы Свистодырочкин, да? Да. Вы у нас работаете, да? Да. Мне сказали, что вы ходите по театру какой-то грустный. В чём дело? СМЕХ Понимаете, я вот несколько лет назад пришёл в ваш театр. Да, да. Ничего не играл. Да, это проблема. Проблема молодёжи. Молодёжь, я себе представляю, вид такой большой молодёжной массовки. Как сказал поэт, блажен, кто с молоду был молод. Блажен, кто с молоду любил. Своей волчицею голодной выходит на другую волну. Вы о чём говорите, я не понимаю. Мне сказали, что вы ходите по театру грустный. В чём дело? Так вот, я и говорю, что несколько лет ничего не играл, а теперь получил роль. Наверное, дисквалифицировался, а она у меня не идёт. Не идёт роль. Дорогой мой, садитесь, милый. Надо было сразу ко мне. Кого вы там у меня играете? Вот четвёртый гриб во втором составе. Действующие лица из... Здесь вас нет, да? Нет. Здесь вас, конечно, тоже. Вы где у меня? Вот после стражников и лакей. Ага, грибы, да? Да. Четвёртый гриб во втором составе вы играете, да? Да. Вы имеете в виду, что я выпускаю только первый. Второй состав будет в том случае, если исполнитель первого состава заболеет. Вы это знаете, но работать надо. Работать надо. Значит, не идёт роль. Потому что надо работать. Потому что надо работать по школе, по системе. Потому что надо составлять биографию. Потому что надо проверять логику поступков, понимаете ли? Вы фантазировали биографию своего? Да, коллег, четвёртого гриба. Не первый, не второй, четвёртый гриб, понимаешь? Расскажите биографию гриба. Я гриб под осиной. Моя мама сыроежка. Отец мухомор. Так, стоп! Первая неправда. Вот видите, как всё не точно. Каким образом вы под осиной, понимаете ли, когда мать сыроежка, а отец мухомор. То есть с наследственностью как-то, понимаете ли, не получается. А я приёмный сын. Я не родной. Приёмный. Это хорошо. Это хорошо. Приёмный сын. Ну, рассказывайте дальше. Вот, значит, мы росли дружной семьёй, так на склоне горы. И всё было очень хорошо. Но однажды утром проходила мимо корова и задней, правой ногой сломала моей маме ножку и проломила папе шляпку. И с тех пор я остался сиротой. Это хорошо. Грибь-сирота. Это вообще социально интересно. И что, и не идёт роль? Нет. Странно. А может быть, вы не фантазировали ничего личного, и поэтому образ получается схематичным, понимаете? Да нет, фантазировал. Да? Значит, вот мы, как я уже говорил, росли на склоне горы. Да. А там, на самом верху... Да. ...росла одна поганка. Да-да-да. Белая такая стройная, да? Да. Кто у нас её играет? Ах, у нас её нет, да? Да. Да. И не идёт роль, да? Нет. Странно. А вы логику поступков гриба проверяли? Проверял. В чём логика поступков гриба, понимаете? Гриб растёт. Вот он растёт. Так. Растёт. Так. Растёт. И вырастает. Правильно. Да главное в роли рост. И не идёт роль. Что вы играли в училище? Гамлета играл, так. Чацкого играл, Отелла пробовал. Вы Чацкого играли? Играл. Почему? Гриб у вас должен получиться. Мало читаете, вы знаете, читать надо. Читать надо классиков современных. Станиславского, Немировича Данченко, Анатолия Эфроса книжку читали. Прекрасная книжка, очень много вопросов, всё курсивом. Замечательная книжка Ульянова. Моя профессия называется. Очень хорошая книжка. Замечательная книжка Смуктуновского. Прекрасная. О жене прелестно написано. Замечательная книжка. Замечательная книжка. Любимого можно почитать, Юрия Петровича. А у него нет книг. Неважно, Демидова пишет, можно Демидова почитать. Надо как-то расти, надо смотреть спектакли, фильмы. Прекрасные спектакли. Вы, наверное, даже не видели «Чайки» и «Новую Ефрему». Там лошадь выходит на сцену. Вы это видели? Вы грузин. Ричард Третий. Третий, да, у меня с цифрами что-то. Ричард Третий. Прекрасный этот актёр. Замечательный. Он выходит на сцену. Это мастерство. Этот почерк актёрский. Это замечательная порода актёрская. А представляете, актёрство многого не нравится. И вот, несмотря на всю эту породу, вы знаете, я как-то так смотрел спектакль, вы знаете, формально, формально, как-то сухо, как-то сухо, всё рационально. И поэтому в чём-то... Вы представляете, Айфросу нравится. Однообразно и потрясает в этот момент. Понимаете? Потрясает. Я совершенно сидел потрясённый. Я уходил куда-то вглубже, глубже, глубже. А ты встаногову не нравится. И вот я вхожу глубже, ничего не вижу. Ничего не вижу, не понимаю, в чём дело. Смотрите, молодой человек, спектакли. Смотрите, четвёртый гриб, да? Вторым составом смотрите спектакли. Кстати, весь этот кусок я ведь из пьесы вымрыл. Это... этого не будет. Не надо никаких грибов, это ничего не надо. Какие грибы, слушайте? Какие грибы? Где сейчас грибы? Никаких грибов нет. Какое лето, что мы волки, что ли? Но работайте, эту пользу вам принесёт, пожалуйста. Спасибо.